Мы изучаем нашего заказчика, нашего мальчика. Походим вокруг, посмотрим на него. Мы складываем ткань на столе, лицевой стороной внутрь. И поехали. Вот так были с вами чертёжки. Брюк непосредственно на ткани. Проложили копировальные стежки. Верхний срез выкрыла. Затем пошла по срезу банты. Это движение утюга с другой стороны, со стороны шагового среза. Посмотрите, что произошло. У меня боковой срез растянулся. А ткань на линии сгиба как бы прижалась к столу. Образовалась здесь с утюжили. И пошло, если вы посмотрите внимание, выпуклость на коленку. Средней половинки карман готов. Он у нас. Вот какой симпатичный получился. Мешковинка стачена двойным щелом. А с лицевой стороны окончательно будем утюжить, когда удалим всю временную работу. Сейчас я могу просто слегка поутюжить и почти без увлажнения. Так, задний карман в рамку готов. Он очень мило смотрится на брюках. Его любят мужчины, как ни странно. Если задать вопрос, какой карман вам делать, почему-то они выбирают всегда именно в рамку. Раскалываем застёжку и смотрим, что получилось. Получилась застёжка на молнию. Прекрасная застёжка. Чем она хороша? Я молнию могу выпрыть в любой момент. То есть, если она сломалась, то я просто чуть-чуть подпарю пояс. Выпару молнию и вставляю новую. Посмотрите, какая юбочка у нас получилась. Мы источили боковые швы, шаговые ещё не трогали. Карман, передний карман у меня ещё сколоты. Задний карман пока ещё смётан. Но уже убрали наши красивые крестики на передних половинках брюк. Убрали всю временную работу на поясе. Пояс отутюжили. Отутюжили сгибы брюк. И можем производить примерку. Перед примеркой мы должны с вами сметать средний шов брюк. Немного поправился, пока мы эти брюки шили. Но это не смертельно, потому что у нас есть запас ткани в среднем шве. И мы выпустим, если будет необходимость, из среднего шва запас ткани. Средний шов у нас стачен и разутюжен до этого уровня. Лею мы расправляем. Срез её подгибаем, не натягивая. Напоминаю, её ни в коем случае нельзя натягивать. И прикрепляем к припускам среднего шва. Я покажу, что получится у нас в середине. Посмотрите. Вот деталька, которая не подтянет нам брюки, но предохранит нижнюю часть от вынашивания. Шили наши брюки и производим окончательное ВТО. Прежде чем делать окончательное ВТО, мы должны очистить брюки от всех временных строчек и стежков, от пыли, от концов ниток. То есть, с конца ниток все обрезы, чтобы они были чистенькие. И затем можно, если что-то у вас где-то вам не нравится, можно слегка поутюжить с лицевой стороны, но только через проутюжили. Продолжение следует...